Всем привет, друзья! Сегодня у меня BlackBerry. Это я же не знаю какая модель. Z30. Первый раз держу его в руках. Вот такой огромный смартфон. Принесли мне его с сервиса коллеги. Заказали новый дисплейный модуль, потому что родной дисплейный модуль разбили. Заказали новый дисплейный модуль, подключили его к системной плате и и он не работал. Батарея у нас в порядке. Видите, да, практически полная. Я, в принципе, сделал все то же самое. Вставил разъем дисплейного модуля, соединил батарею. Телефон включается. Телефон включается. Есть звуки. Активирован voiceover. Вот. Но изображения никакого нету. В чем проблема? Проблема оказалась в одном из дисплейных фильтров, которые здесь у нас находятся. Сейчас я покажу поближе. Стал я прозванивать. Начал с прозвонки фильтров дисплея и оказалось, что один у нас не рабочий. Судя по всему, ребята, которые пытались заменить дисплей, видите, не прозванивается вообще. Судя по всему, ребята, которые пытались заменить дисплей, как-то его задели, по ходу, когда отстеглили вот эту вот дверцу разъема и повредили фильтр. Вот. Рассматривал я под микроскопом. Нету ни одной трещины на данном фильтре. Вообще идеально сидит. То есть, если я под микроскопом не увидел, то глазом, соответственно, тем более ничего не увидишь. Поэтому давайте удалим данный фильтр. Поставим перемычку временно. Заказал я эти фильтры. Как только придут, обязательно заменим место перемычек, и снова поставим фильтры. Ну а пока обойдемся перемычкой. Даляем фильтр. Даляем фильтр. Даляем фильтр. Даляем фильтр. Даляем фильтр. Не очень удобно снимать, сделаем вот так вот. Спасибо. И еще одно. Сейчас я взял по микроскопам. Забыл отключить батарею. Обязательно отключайте батарею, когда что-то делаете на системной плате. Так, давайте попробуем. Подключаем дисплейный модуль, застегиваем батарею. Как видите, телефон заработал. Такая простая проблемка. Обращайте внимание на эти мелочи. В принципе все, телефон пошел загружаться. Установка дисплейного модуля очень простая. В принципе сейчас мы ее установим уже сразу. С этой стороны закручиваются винты. Винты все одинаковые, судя по всему. Судя по всему, потому что мне его принесли разобранный. В общем-то на этом все. Кому понравилось, ставьте лайки. Надеюсь видео было полезным, потому что много проблем с дисплейными модулями и тачскринами встречаются именно из-за проблем таких вот маленьких компонентов, как фильтр, конденсатор, катушки индуктивности тоже отломанные, на которые не обращаем внимания обычно. Но взять за эту проблему можно и 20-30 евро. Всем спасибо за внимание. С вами был Дов. Подписывайтесь на наш канал. И всем удачи в ремонте. До новых встреч.